Выставка «Мамин полустанок» памяти Михаила Бачина проходит во Дворце ветеранов Победа. Знаменитые авторские шаржи, афоризмы, многочисленные фотографии, в том числе с друзьями и любимой Татьяной Викторовной. Стихи, песни, многочисленные награды. Открыл выставку концерт с участием ангарских коллективов, в том числе Дворца культуры «Нефтехимик». Прикоснулись к великому и вспомнили легендарного человека и мои коллеги. Махнув платком, в котором память слезою станет навсегда. Память делает прошлое настоящим, заметил однажды Михаил Бачин. Эта ставшая знаменитой фраза открыла выставку и концерт, посвященный легендарному ангарчанину. Режиссер, писатель, художник отдал всю свою жизнь родному Дворцу культуры «Нефтехимик». Яркие проекты, масштабные концерты, городские праздники. Авторский стиль был узнаваем всегда. Крылатые выражения либо чинизма и шаржи Михаила Филипповича как отдельный вид искусства. Каждый, кому посчастливилось их увидеть, отмечает умение автора тонко подчеркнуть характер или события. И, конечно, стихи и песни, в которых вся душа и любовь к родному краю, отечеству, любимой женщине. Говорить о Михаиле Филипповиче Бачине я могу много и долго, потому что я провел с ним практически рядом всю свою творческую жизнь. И мы были всегда вместе, и семьи наши были вместе. Мне повезло, что есть кому писать стихи. Мне повезло, что вместе можем песню сложить. Мне повезло, что чувства глубокие, которые любовь мою помогут приумножить. Михаил Филиппович и Татьяна Викторовна Бачины были гармоничной и красивой парой, которые рука об руку прошли всю жизнь. Не только семейную, но и трудовую. На двоих они проработали во Дворце культуры «Нефтехимик» более 90 лет. Воспитали двоих детей и шестеро внуков. Я начала концерт с прекрасного афоризма моего папы. Только память делает прошлое настоящим. Вот этим концертом я хочу продлить им жизнь. Я хочу, чтобы они их помнили, чтобы о них говорили, чтобы их вспоминали. В 11 марта будет 5 лет День памяти, 5 лет как нет папы. Но я считаю, что он жив. Он жив в нас, в детях, в внуках, в этих прекрасных номерах. Ведущей режиссером концерта стала дочь Мария Михайловна Бачина. Говорит, что изначально планировала провести только выставку памяти папы. Постепенно все переросло в настоящий концерт. В нем приняли участие друзья семьи, ангарские коллективы и, конечно, Дворец культуры «Нефтехимик». На просторах Сибири, наш священный Байкал, Бангузином лелеял, полдуковно сласкал. В нем сиянье России, счастью всем россиян. На просторах Сибири, он любви объял. Сибирские посиделки, сибирский сувенер, сибирские узоры. Так назывались концертные программы, которые представляли искусство сибиряков на юбилейных торжествах в Германской Демократической Республике в постановке известного ангарского режиссера. И огромное количество масштабных праздников в Ангарске, Иркутске, Уссули-Сибирском, Братске. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Посчетный гражданин Ангарска. Михаила Филипповича не стало 11 марта 2019-го. Свою любимую музу Татьяну Викторовну он пережил на 4 года. Но для каждого, кто знал Михаила Бачина, он остался в сердце как настоящий профессионал. Верный друг, мудрый учитель, добрый наставник и символ большой эпохи. Анна Дергаусова, Вероника Васильева, Александр Черник. Местное время.